Пособновится целая история. Дворец зрелищ и спорта, который на протяжении полувека не видел капитального ремонта, наконец дождался реконструкции. Его новый владелец, бизнесмен Михаил Дроздов, который приобрел объект в конце февраля у Крайсо-Профа, решил дать ему вторую жизнь. И здесь уже полным ходом идут ремонтные работы. Как видим, рабочие уже убрали бортики арены и начали демонтаж сидений на трибунах. Причем все это не пропадает зря, а передается в хоккейные коробки и районные ДК. В ближайшее время здесь уберут деревянные перекрытия, которые больше всего вызывали нарекания со стороны надзорных органов и установят новые, безопасные. Новый фасад, трибуны с мягкими сидениями, свет, звук, а еще современная ледовая арена. Все преобразования барнаульцы увидят уже в октябре, когда завершатся ремонтные работы. Здесь продолжат гонять шайбу юные хоккеисты, причем главную команду Края ждет сюрприз. Раньше один час занятий на этом льду обходился для главной хоккейной команды Края Алтай в 12 тысяч рублей. Деньги выделялись из бюджета Края. Теперь предполагается, что профессиональная команда будет заниматься здесь совершенно бесплатно, на совершенно новом льду. Ярмарки, выставки, концерты и другие зрелищные мероприятия тоже будут проводиться, поскольку они востребованы населением. Кроме того, в планах у нового собственника сделать так, чтобы дворец приносил хороший доход. Там же много что можно туда докачать в него. То есть там и фитнес можно правильно организовать, зону ресторанов, ну и гостиничную часть. Кстати, лидер Алтайских профсоюзов Иван Панов, который на протяжении многих лет курировал дворец, пояснил, почему дворец ушел именно в частные руки, а не в краевую собственность, как предполагалось ранее. Основной вопрос, наверное, это сумма, да, сумма сделки. То есть нас та сумма не устроила, поэтому мы начали искать другие варианты. То есть, ну, губернатор, так скажем, спокойно отреагировал на это. Кстати, дворец преобразится не только внутри, но и снаружи. Пока неизвестно, в каком стиле и цвете. Сейчас Михаил Дроздов согласовывает с архитектурным сообществом края внешний облик объекта. А хоккеисты, вынужденные тренироваться на другой ледовой площадке, с нетерпением ждут возвращения в родные стены, чтобы открыть новый хоккейный сезон уже у себя дома. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Алексей Фризин. Наши новости.